На обзоре один из древнейших модогородов на Героев 3. Ну реально вы видели сколько вообще героев? Бастион же разрабатывает уже как 20 лет. И он как бы вышел на платформе VCMI полноценно, силами каких-то польских фанатов. Но вот изначальные разработчики уже как два раза проект приостановили. Одна из попыток кстати была в 20-21 годах. Говорят хотим всё красиво сделать, чтоб как уходовцев. В итоге уже несколько лет ни слуху ни духу. Но верим, надеемся. А так конечно перфекционизм руинит зачастую друзья. Это надо помнить. Не то чтобы это прям важная информация, но есть некоторые наработки, которые с версией поляков различаются. Кстати самым консервативным фанатам Героев 3 сразу покажу прикольчик. В пирамидовидной грамнице Варной из Меча и Магии 6 были стражи похожие на древнеегипетского бога Анубиса. Так что развить тему египетской мифологии до полноценного города задача благородная. Да и без этого пояснения задумка крутецкая. Консерваторы, отпишитесь от канала. Начнем конечно с того, во что можно поиграть. Версии на VCMI. Из героев магами здесь выступают визели, как министры и помощники батьки фараона, то бишь нас самих. Магами выступают эмбальмеры. Не понял что это значит, видимо от слова эмба. У геймеров значит не сбалансированно сильный персонаж. Мне чисто по биографии здесь понравился Амиш. Единственный человек, который посоревновался со сфинксами в головоломках и стал среди них в почете. Действительно заслуживает уважения, в том числе и от нас, простых крюлских мыслителей. А так, из прям сногсшибательных специальностей. Например, Элспид. Увеличивающий здоровье всех юнитов на 5% своим легендарным источником жизни. Кейла как специалист по медлительности. Такую тетку современной геройщики с ногами и руками. Бетцерев тоже прикольная женщина. В начале колдует огненный щит на всех бойцов ровно на один раунд. Ну и Замонт. Египтянин-некромант с поднятием мертвецов в книге заклинаний. Что уже неплохо. Но еще не главное. Ведь он любую нежить за бабки может прокачать в мумий. Я даже не назвал бы эту способность прям имбой, ибо денег нам надо много. Ну и как же без птиц человека со специальностью орлиный глаз. Это база. Карта приключений сразу же встречает нас интересненьким. Чуваки запарились, конечно, сделали свой ландшафт, дюны. Красиво, спору нет, хоть и декораций не сильно много видов. Хотя вроде же были пески, чё они им не понравились. Также разрабы сделали уникальные артефакты в стиле фракции. И даже не поленились прописать к ним истории. А это одна из моих любимейших штук в героях. Вот послушайте. В руинах древнего города вы находите изношенную маску. Когда вы надеваете ее, в вашем сознании возникают образы прошлых империй. И вы слышите голос. Все королевства рушатся. Но может быть ты будешь избранным. Аж кутак стоит о таких историях удошевляющих. Извините. Лягушка мудрости, судя по описанию, позволит творить заклинания с повышенной эффективностью. Но снизит наше знание на 2 единицы. За жезл песка прям респект. Он увеличивает силу магии на 4. И восстанавливает дополнительные 2 единицы маны в день. Магических посохов в оригинальных героях прям сильно не хватает, как по мне. Кольцо поления повышает урон от заклинания огня на 25%. Золотой скоробей увеличивает боевой дух на 2 и доход на 350 золотых в день. Солнцезащитный щит дает плюс 5 защите и 10% сопротивления магии. А та самая маска короля пустыни увеличит вам знание на 4, а также вероятность того, что бродячие существа присоединятся к армии героя. Блин, круто было бы иметь в героях кастрюли не только на знание, но и на защиту для прожженных вояк. Я тут даже задумался о том, что от героев не то чтобы прям фракций хочется новых. Я бы был безумно рад разнообразию артефактов, ибо придумать там можно еще... Ой, как много всего. Кстати, артефакты ведь нынче можно не только найти, но и купить на торговом посте в замке. Там как раз залежалось несколько сильнейших экземпляров. Вот эта футболочка, например, не только даст плюс 5 к защите, но и плюс 5 к стилю и респекту окружающих герофийцев. Ссылочка на наш рынок артефактов в описании. Плюсом ко всему, на карте приключений можно наткнуться на уникальные объекты. Войдя в одно из таких, мы обретем новый взгляд на мир, как при экспертной разведке, выпив какую-то самогонку безумного дурака. Большая хрустальная шахта работает в два раза мощнее обычной кристальной шахты, но с одним нюансом, ее нужно посещать ежедневно. Школа полетов, тоже прикольная тема. За 1500 золотых волшебники наколдуют на вас полет на один ход. Весьма ситуативно, но интересно. Ну и две сокровищницы. Змейный храм, где предлагают сразиться с ладжетами за кристаллы золота и случайное заклинание первого уровня. И пустынный зекурат, где предстоит драться со сфинксами за кристаллы самоцвета и золота. Вот мы как раз плавно и подошли к юнитам. Первый на очереди Скоробеи. Это нейтральный юнит, не встречающийся в самом городе. Слабенькие, средней скорости, жуки. Не знаю, что про них еще сказать. Погонщики крепкие мужички первого уровня. Живут в собственных поселениях, строят пирамиды. По характеристикам что-то между гнолом и копейщиком. Способности особых не имеют, как и их улучшенная версия надзирателей. На втором уровне располагаются ладжеты. Кладятся в каменных гнездах. Этакая смесь главных символов древнего Египта. Кобра отсылает к богине Нижнего Египта Ладжет. А крылья к богине Верхнего Египта Нихбет. Быстрые, здоровые, летающие. А улучшенная версия, ядовитые ладжеты. Еще и ядом плюются с 20% шансом. Шатер поставит королевство стилевых всадников на верблюдах. Также без каких-либо суперспособностей. Но с хорошими характеристиками по своему уровню. Войны пустыни еще чуть более стилевые и быстрые. Следующие на очереди существа с кошачьей головой и женским телом. Жрицы Сехмет. Обитают в собственных алтарях. Помимо того, что они могут неплохо навалять в дальнем бою. Богиня Сехмет почиталась как целительница и покровительница врачей. Так что эти юниты могут еще и 3 раза за бой накладывать лечение. Что в связке с плотным 7 уровнем может стать неплохой стратегией. Воплощение Сехмет получают чуть больше характеристик. Амуты занимают почетный 5 уровень. Называются они так не только из-за своей устрашающей крокодилей пасти, львиных лап и внушительных размеров туловища Гиппопотама. В египетской мифологии богиня Амут обитала в подземном царстве Дуати. На страшном суде она пожирала сердце грешников и тем самым лишала их права даже на загробную жизнь. Соответственно, ответный удар нанести души грешников юнитам этим не могут. Ну и помимо этого, уже улучшенная версия пожирающей Амуты при ударе колдуют на себя какое-то уникальное заклинание, которое вроде как дает небольшую прибавку к здоровью. Может даже и стакается, непонятно, работает кривоват. Живут жизнь, кстати, в Пещере Страха. Гробница сфинксов, базированная база Египта, легендарные стражи фараона. Представляет собой сочетание женщины, льва и орла. Что отсылает нас, как ни странно, к греческой мифологии. Кстати, прикол с загадками, которые есть в моде во имя богов. Тоже отсылает к греческому мифу. В египетской же он изображается стражем без крыльев. Ну и с лицом вроде как мужским. И способности, полет и иммунитет к заклинаниям. Который почему-то не работает. Сфинксы-оракулы после удара колдуют на противников какое-то особое заклинание с анимацией антимагии. Но эффект я тоже не выкупил и не нашел нигде пояснения. Сорри. Последний седьмой уровень занимают анубианцы. Для призыва этих существ на службу понадобится храм Анубиса. Бога погребальных ритуалов. Без улучшений отличаются разве что полетом. Но вот божественные анубианцы. С шансом в 20% после атаки колдуют уникальное и безумнейшее заклинание. Которое опускает атаку вражеского стека до нуля. Прикольно, но кого-то даже слишком сильно. Командирами, если бы это была версия ВОК, выступили проповедники, колдующие воздушный щит. Гильдия магов здесь четырехуровневая. Из уникальных построек. Идол, вроде как увеличивающий одну из способностей посещающего героя. Но на деле дающий тысячу опыта. Рой, увеличивающий плодородие ладжетов на 4. Мастерская. Непонятно зачем. За кучу ресурсов снабжает нас телегами с боеприпасами. В этом замке вроде только один стрелок. Да и выстрелами не сильно ограниченный. Хотя, можно и не рассуждать. Ибо эта штука вообще не работает. Водяное колесо случайно увеличивает производство погонщиков. Ладжетов или всадников на верблюдах. Но только всадников на верблюдах. Не спрашивайте. В целом это стандарт любых модов на VCMI. Рассматриваем немножко все концептуально. Ну и казначейство. Приносит по 500 рублей в день дополнительно. Гралем выступает Самум. Который помимо базовых бонусов. Увеличивает скорость защищающихся отрядов на 40% во время осады. Прикольно, такого не было. Но логично как будто бы наоборот снизить скорость осаждающих. Хотя это наверное программно сложнее сделать. А теперь посмотрим версию наших ребят. Они правда как я понял по записям на форуме. Только избранным дали нормальную версию. Нам же простым работягам остается лишь в щель заглянуть. Посмотреть на сырую разработку доступную в модификации эра. Тут немного измененной стилизации юнитов. Как например со сфинксами. Которые стали чуть более уродливыми. Но также и более каноничными. Простые египетские мужики. И мужики на верблюдах. Получили другие модельки. Ну и скорбеев поставили на первый уровень. А ладжетов вырезали. Скорбеи тут вообще имба. Вы представляете что вообще значит 13 скорость у первого уровня существ. Это же максимальный разгон у всех героев со старта игры. Вроде как Гораль должен быть другой тут. В виде лодки древнеегипетского бога солнца Ра. А так я не знаю что про это еще сказать. Сырая пустыня. Кстати был еще вариант с боевым слоном вроде как. И его даже реализовали. Их фишка сносить стены при осаде города. Что прикольно. Да и классный юнит блин. Люблю слонов. Надеюсь таки соберутся допилят всю вот эту вот замечательную идею. Со всеми там компаниями как они хотят. А пока поставлю ферзя с натяжечкой тому что уже есть. Задумка сама наигоднейшая конечно. Подпишитесь на канал. Подписывайтесь на нашу телегу с крутейшими мемчиками. И покупайте мерч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok